Я его здесь определенно люблю. Бад-ньюс! Артуральский регион Хюри Те-Сонза! Его соперник – красный угол ринга. Он представляет город Соликамск, Пермский край России. Ему 29 лет. Рост 187 сантиметров, вес 85,8 килограмма. Профессиональный рекорд – 10 побед при двух поражениях. Дамы и господа, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы, а также пятикратный обладатель Кубка мира по гикбоксингу. Приветствуйте по прозвищу Росомаха. Вот он, Сергей Панковарев! Рефери-поединка Александр Масычев. Зал взрывается уже на представлении бойцов, естественно, ради Сергея Пономарева. Многие сегодня пришли поддержать именно его здесь. Мы знаем, насколько он зрелищный ударник. Похоже в плане габаритов. Ну что ж, поехали. Росомаха в красном углу и Де Соуза в сирен. Очень серьезный соперник Юрия Де Соуза. Вот сейчас хорошо с правой руки попытался сконтрить Сергей Пономарев. О, после лоу-кика, оказывается, на конвасе Де Соуза. Он быстро поднялся. Сейчас его не подловил его снова Сергей Пономарев. Корпус запускает. Чуть-чуть растерянным, пока Юрий Де Соуза выглядит. Надо взять себя в руки. Потому что Пономарев давит. Цепляет, цепляет. Хорошо. Оказался в партере. Судя по всему, потрясен Де Соуза. Вот это да. Травма у него как будто бы какая-то держится. То ли за ногу, то ли что происходит, не могу понять. Или это просто нокдаун. Пока это нокдаун, но такое ощущение. Да, это все осталось. Не готов продолжать. Юрий Де Соуза не готов продолжать. Блин, он страшно потрясен оказался. В такой динамике даже не было понятно, как залетело. Это пушка. До сих пор на коленях. Посмотрите Де Соуза. Поздравляем Пономарева. Есть какая-то проблема с левой рукой, судя по всему, у Юрия Де Соузы. Хочется посмотреть на Бабдору, как это было. И что точно здесь получилось. Сейчас освобождают его руку от перчатки. А, вот здесь. Вполне возможно, вот здесь он повредил руку. Лево в голову, потом в корпус. Еще там вдогон. Куда-то плечо здесь попал. Ну вот здесь вроде тоже цепанул. Но не очень понятно. Надо еще раз посмотреть. Вот топ-падение. Мне кажется, он неудачно приземлился как раз на левую руку в том моменте. Но это не умаляет засух Сергея Пономарева. Вышел, пришел, увидел, победил. Вот примерно так. Невероятно быстро расправился с соперником. Смотрит на руку очень внимательно Юрия Десоуза. Может быть, не продолжил из-за травмы руки. Не было он потрясен в этом эпизоде. Да, встряхивает свободную левую руку сейчас Юрия. Встряхивает свободную левую руку сейчас Юрия. И генеральный трех Мау, Уралтай, Виталий Виталий Виталий. Слаут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот как раз, судя по всему, сейчас Десоуза рассказывает, что повредил руку, когда падал. Показывает на нее несколько раз. Значит, потрясения все-таки не было. Хотя взгляд у него был такой пустой на конвайсе, когда он оказался. Но нет, видимо, это все-таки травма. Ну и попадания чистого не было. Мы только что посмотрели повтор. Там прямо не было такого попадания, от которого могли закатиться глаза. Мне кажется, расстроился сейчас, поговорив со своим оппонентом Сергей Пономарев. Он-то наверняка думал, что соперника, ну, как минимум, потряс. Но победа есть победа с другой стороны. И на радость местной публики вы прекрасно слышали, как встречали Сергея, когда его представляли. Тем более, в любом случае, нокаут в копилку Пономарева. Дамы и господа, Рефери поединка Александр Масачев остановил бой через минуту. И две секунды первого раунда. Победу нокаутом одержал Сергей Рассобака Пономарьков.